Здравствуйте, я Валерий Консильевич, просматривал видео с 16-й год. В конце фильма речь зашла по себе костик и их заглубление. В эту весну тоже актуально. Посылаю фото с надеждой, что они помогут для новых садоводов пройти, точнее, понятие шейки. Ой, какой вы молодец, Виктор. Проращивал кости после статификации под снегом, в стаканчиках с песком. Затем высаживал на постоянное место, вместе с комнатой песка. Прижилось без потерь, но всё же некое заглубление в пределах не более 2 сантиметра. Теперь заглубление убрал, на фото можно видеть. О, вот теперь порядок. Это вам некромаринка, она ему советовала, что здесь вот закопать. А понимаете, почему они не могут понять эти, это всё, так сказать, со степенями, что вот эта часть сгнивает. Абрикос самый нежный на вымерзание. Ой, на выпривание я заговариваю. Да. Самый нежный. У него, наверное, и эти, ещё под снегом было. Чё-то отстали в этом. Отсталый, видите как. Это же бывший плод. Плод, в смысле, мягко. Ядро. Вот. Так что, ну что я вам скажу, Виктор, спасибо вам. Снимок великолепный, снимок замечательный. Иногда, когда мне, если уж тему посадки, она важнейшая, уже в отчаянии говорит, ну что нам делать, вы же сами пишите, а заглубишь, сгниёт, не заглубишь, сожрут там вороны, там эти, там эти, самые, и может влаги не хватить, чтобы раскрыться, потому что высыхает. Я уже в отчаянии говорю, вот как ваш случай. Вот. Чё нигде не написал, но уже в частном порядке говорю. Ну хорошо, но закопайте на сантиметр, а потом сделайте вот так. Бах от вас приходит фотография. Мне уже и делать не надо. Спасибо, Виктор. В общем, вы поняли, да? Семя доли. Видимо, она под землей может даже были. Вот. Но, в всяком случае, саженец вы спасли. Спасибо вам. А вот эта же фотография от вас же, по-моему. От вас же, по-моему. Здорово. Ну, я надеюсь, что эмульчирование такое, что здесь, поветривание полное. Надеюсь. Вот эта фотография моя. У меня, я о чём хотел сказать. То ли пожалуйста, то ли поплакать, то ли материться. У меня дерево, оно сейчас, это дерево стоит, как ничем не было. Ну, случился у меня несколько лет назад такой урожай. Вот. Всё дерево, как дерево. Плоды. Ну, такие. Это Силман Джорс, оно не из, как сказать, не из выдающихся. Вот. И вот пришла пора, плоды упали, а на одной ветке они остались висеть. Провисели ещё полтора месяца. И падали. Вот. А я прекрасно даю себе ничего. Эта вертикальная ветка, она не снизу вверх, а сверху вниз висит. То есть, сверх ногами. Вот. Провисело полтора месяца, плоды упали. Так я их даже не собрал. Сильно много, большой урожай был в принципе. Вот. Оно. Я понял одно. Мне Бог посылал возможность собрать эти косточки. И... Ну, вот тогда Ваулин ещё ко мне не обращался. Ну, так, скорее всего, его работа для института. Но я уже не мог потянуть. Я и так поставил тысячу опыта. Я сейчас обращаюсь. Я забыл, но я хотел в самом начале сказать. Я сейчас обращаюсь к А. Платоновой. А. Б. Крамаренко. В. Канчины. Г. Которая самая раскрученная в России. Это самое, господи. Сейчас только назвал их фамилией. Октябрина Ганечкина. Вот. Я к вам обращаюсь. Пожалуйста, впредь. Когда вы будете что-то делать, это я просто не к теме, не к этому фотографии. Будьте добры. Вот вы, например, посадили саженец. Естественно, не обрезанный. Вот. Один раз. И это всё пойдёт. Фильм в вас же войдёт. Что мы вот взяли. Даже пусть не сто. Вам не потянуть. Вы же не садоводы. Вот. Так. Недоразумение. Десять саженцев посадили. И ещё десять. Этого же сорта. С этого же питомника. На вид абсолютно одинаково. И обрежьте наполовину. И каждый год. И у вас ещё больше будет зрителей. Потому что это надо вам. Это надо... И читатели газеты могут это. И любой телеканал. Не обязательно этот бобёрк, где вы там это самое... Зверствуете. Так можно выразиться. Вот. Десять и десять. Обрезано наполовину. И нетронутое. Проходит год. Опять съёмка. Ещё год. И через пять лет вы поймёте, что вы дурили людей, когда на глазах всей России не обрезаны. Но мне-то для этого понадобилось тридцать пять лет и пересадить, садить тысячи саженцев. Вам всего-то надо десять и десять. Ладно. Обращаясь к Крамаренко. Пожалуйста. Сто косточек. Это легко. Я вам эти косточки сам пришлю. Лично. Они вот с одного мешка, с одного дерева. Я поучаствую в этом. Учёные говорят, самое главное это что? Два качества. Добросовество. Это само собой. Но это стало таким словом в наше время. Ага. А второе слово. Опыт должен быть тогда признаётся. Когда он повторяется. Вы садили на глубину пять-шесть сантиметров. Садили, садили. Теперь вам предлагается. Посадить вот так примерно. Как сделал вот этот товарищ. Вот. Например. Сто косточек. Как вы. Ну естественно не песок. Песок она сейчас это. Безболезненно. Главное что потом. Когда попадут уже в землю чистую. Так вот нормально. Обычно в землю. Ну чтобы она была одинаковая. Где сто косточек заглублены. А сто косточек не заглублены. Вот. Ну мы потерпим. Мы ещё поубиваем абрикосов миллионы. Потому что. У вас же как. Взяли там. Триста тысяч журнал. Вот. И напечатали пять-шесть сантиметров. А у меня двести человек сейчас слушают. А может и не сто. Вот. А потом вы это сравните. Проходит год. Сколько тех осталось из ста. А сколько из этих осталось. Ещё год. Вот. Ну сделать его. Обязаны сделать. А вас уважаемая господа Канчин. Я вас прошу. А если вы занимаетесь этим серьёз. У вас и речь идёт. Не о единицах. А о сотнях. Возьмите два-три десятка этих черешин. И с рождения не обрезайте, пожалуйста. Я видел ваши эти самые мелкие плоды. Где явно сеянцы. Там делов-то никаких нет. Вырастить-то. И может через метр садить. Посадите их, пожалуйста. И не трожьте. Не подходите с секатором. И точно в таких же условиях ещё. Ну лучше бы сотня. Можно густо. Это же опыт. Потом на этом опыте диссертации делайте. Почему? Когда бы, ну что проще диссертацию? Обрезать ветки или не обрезать? Ну от этого всё будущее зависит. Ведь вы же книгу-то издали. Тираж-то у него в 10 раз больше моёго. Вот всё я имею в виду. А этих я прошу, говорю, ещё октябрину с этой, с Платоновой, которая по недоразумению садоводами называется. Также посадите деревья. Одни колечки продолжайте. Стампим делайте. Лишние ветки отрезайте. Как книгу издали же. Сколько бумаги-то ушло. Сколько этих ушло, чтобы издать книгу. Сколько этих деревьев-то выпилили. Уже за это вас руки бы оборвать. Что на издание книг вышло сколько леса. Чтоб научить и дурить. Вот. Тоже попробуйте не обрезанное, обрезанное. Но это-то научное должно быть. Вот нормальный человек. И вот что интересно. Я не знаю в данном случае даже о каком веке речь идёт. Но я знаю, что... Наверное, вас Александр зовут. Дело в том, что Александр... Вот. Вся надежда, наверное, сейчас на таких, как вы. Потому что вы можете... Вы уже опыт свой передаёте. К следующему поколению. Поэтому я и с вами общаюсь. А вот это то, что я отвёкся немножко. Осталась одна минута. Вот. Если бы такая ветка попадала, попалась. Если бы действительно в то время я уже нужен был бы науке. Все эти кости перешли бы в институт. И мы бы вырастили бы. Поздний абрикос. Вот. До середины сентября висели. У меня первая абрикоса поспевает ещё в июле. В середине сентябрины акты сентября висели. Это же уникальный случай. Я их даже не собирал. Некогда.